Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все о монетах. Друзья, в одном из предыдущих обзоров я рассказывал вам о виниловых пластинках СССР и их стоимости. По просьбе одного из моих подписчиков я решил снять продолжение по данной теме. И в данном обзоре давайте более подробно разберем, сколько сегодня стоят виниловые пластинки, выпущенные во времена Советского Союза. Как известно, весь тот огромный ассортимент громпластинок с речами политических деятелей, отечественной и зарубежной эстрадой, музыкой из советских кинофильмов, авторской песней, сказками, спектаклями и прочими выпускала фирма «Мелодия» – единственный в СССР монополист по производству и распространению звукозаписи. «Мелодия» объединяла под своим началом несколько заводов по производству пластинок. Это Апрелевский завод грампластинок, Ленинградский завод, Рижский завод, Тбилисская студия грамзаписи, Ташкентский завод имени Ташмухамедова. В настоящее время наблюдается всплеск интереса к старому винилу, как со стороны коллекционеров, так и со стороны меломанов, которые считают, что звукозапись на пластинке звучит глубже и насыщеннее, нежели на седине. Поэтому у большинства людей, в доме которых обнаружились залежи старых пластинок, возникает вопрос, насколько дорого можно сбыть винил и реально ли это вообще? Друзья, тут нужно сразу оговориться, что популярные мелодии, шлягеры, как их тогда называли, издавались огромными тиражами. Поэтому даже очень старые пластинки могут стоить довольно дешево, около 100 или же 300 рублей. Сейчас, на волне возросшего интереса к пластинкам, перекупщики нередко искусственно создают миф о небывалой редкости отдельных экземпляров. И в связи с этим поднимают цены до небес на подобные пластинки. Поэтому, если вы являетесь обладателем винила 50-х годов, с модным тогда танго Раставания, в парке Чаир или Рио Рита, не спешите предлагать такие пластинки по ценам в 3000 или же 5000 рублей, как это можно увидеть на некоторых антикварных сайтах. Если побродить по специализированным форумам и барахолкам, то цена на такие пластинки в хорошем состоянии, обычно составляет около 300-500 рублей. В последнем обзоре на данную тему я уже говорил о ценах на пластинки. Но опять повторюсь, редкими, а потому и дорогими экземплярами из довоенного и раннего послевоенного периода считаются такие пластинки, как «Сфасман», «Рапсодия на темы массовых песен», «Рашид Бейбутов», «Песня Раджа» на языке хинди, «Танго», «Листья падают с клёна», «Марш авиаторов», «Лидия Русланова», «Синий платочек», «Вадим Козин», «Пара гнедых», «Леонид Утёсов», «Контрабагисты», «Буглички», «Сердце», «Священная война» выпуска 1941 года. Эти пластинки могут стоить от 3000 и выше, в зависимости от состояния и звучания. Советская эстрада выпускалась миллионными тиражами, и потому большинство подобных пластинок особой ценности не представляет. Для примера, гибкая пластинка 1977 года в хорошем состоянии и в целом конверте, «Танец на барабане» стоит 100-110 рублей. Группа «Земляне» 1981 года в отличном состоянии и в хорошо сохранившемся конверте – 80 рублей. Пластинки с песнями Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и Андриана Челентана 1985 года стоят в районе 150 рублей. Есть более редкие и ценные эстрадные пластинки, такие как поет Муслим Магомаев 1967 года. Стоимость ее в районе 700 рублей. Неаполитанские песни Муслима Магомаева 1969 год – 4000 рублей. Пластинки Александра Зацепина в оригинальном конверте уходят по цене 1,5-2 тысячи рублей. Журнал «Кругозор» 70-80-х годов – 500 тысяч рублей. «Вия Гунеш» от 3 до 8 тысяч рублей. Друзья, я не сомневаюсь, что у многих из вас до сих пор хранятся старые пластинки от фирмы «Мелодия». Ведь у каждого должна где-то в шкафу стоять коробка с винилом, которую уже не слушаешь, а выкинуть жалко. Если это так, то эта информация как раз для вас. Информацию о самых дорогих ценных и редких пластинках я взял не из головы. Этот рейтинг был подготовлен на основе официальных данных сервиса «Дискокс». Это крупнейшая музыкальная база данных и онлайн-платформа продаж. Итак, не буду затягивать и приступим сразу к списку самых дорогих пластинок от фирмы «Мелодия». Пластинка с песнями «Идет девчонка и ты мечтаешь о дальних полетах» в исполнении Кобзона и Кристалинской 1966 года выпуска апрелевским заводом «Громпластин». Стоит до 2000 долларов за штуку. На ваших экранах пластинка выпуска рижского завода «Громпластинок» – оркестр легкой музыки и латвийского радио. Цена тоже варьируется около 2000 долларов за эту пластинку. Ленинградским заводом «Громпластинок» в 1968 году была выпущена пластинка «Михаил Исаковский. Стихи и песни». Цена доходит до 2000 долларов. Запись «Русские песни» в исполнении Людмилы Зыкиной, выпущенная апрелевским заводом «Громпластинок», доходит до 2000 долларов. Эмиль Гаровец. Заменитое исполнение песни из кинофильма «Я шагаю по Москве», выпущенное ташкентским заводом «Громпластинок», 1964 года. Цена до 2000 долларов. Песня «Себежаночка» в великолепном исполнении Эдуарда Хиля и песня «Ночи весенней» Виктора Селиванова, выпущенная апрелевским заводом «Громпластинок», тоже доходит до 2000 долларов. Ольга Воронец. «Ой ты, Волга, Волга-речка», тоже выпущенная в 1964 году апрелевским заводом «Громпластинок». Цена также доходит до 2000 долларов за штуку. Пластинка, выпущенная апрелевским заводом «Громпластинок» в 1964 году, в исполнении Людмилы Зыкиной «За окошком света мало», «Ох, сердце мое», тоже доходит до 2000 долларов. Пластинка с песнями Муслима Магомаева, с песнями «Загадай желание», «Нет, так не бывает», доходит до 5000 долларов за штуку. Пластинка апрелевского завода «Громпластинок» с композицией «Иверия» доходит до 9500 долларов за единицу. Уважаемые зрители, обращаю ваше внимание на то, что цена зависит от каталожного номера, года и, конечно же, состояния пластинки. Подробную информацию можно найти непосредственно на сервисе, о котором я говорил ранее. Дорогие друзья, надеюсь, моя информация окажется полезной. И, возможно, кто-то найдет в своей коллекции редкие и дорогие пластинки. Желаю всем удачи! Если вам понравился этот обзор, я прошу поддержать его лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. А на этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья! Редактор субтитров А.Семкин